2015 год был не самым простым для наших стражей порядка. Во многом это связано с серьезными организационными преобразованиями. Около 400 сотрудников органов внутренних дел республики попали под сокращение. Кроме того, ушел в отставку и сам министр внутренних дел. Тем не менее, итоги работы ведомства доказывают, что со своими задачами МВД справляется. Об этом и многом другом шла речь на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Почувашия. В 2015 году преступлений зарегистрировано больше, рост 14%, однако больше стало и законченных расследований. Лидируют по этим показателям Шумуршинский, Комсомольский районы, а также город Новочебоксарск. Удалось сократить число тяжких и особо тяжких преступлений. Снизилось количество изнасилований, краш из квартир, неправомерных завладений автотранспортными средствами. Меньше стало и преступлений в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков. Современные меры реагирования на изменения криминальной обстановки позволили нам удержать относительно высокие рейтинговые позиции по округу и России. По общему уровню раскрытия преступлений Чувашия занимает 19 место по России и третье по Приворскому федеральному округу. По уровню раскрытия тяжких и особо тяжких преступных деяний в Министерстве имеет еще более высокие показатели. Десятое место по стране. В то же время в республике зарегистрировано 17 преступлений экстремистской направленности. На 41% больше, чем в 2014 году. Также проблемной остается ситуация с так называемой пьяной преступностью. Наибольшее количество правонарушений зарегистрировано на территории, обслуживаемой отделом полиции номер 5 города Чебоксары. В Шумерле, Цивильске, Козловке и селе Комсомольское. Обеспокоенность также вызывает рост количества хищений денежных средств граждан с банковских карт с использованием средств мобильной связи. Мы готовы протестовать данные преступления, так как, как я уже говорил, они наряду с реализацией фальшивых денежных купюр, носят межрегиональные характеристики. Но даже при этом имеются отдельные достижения. Приведу пример установления жителей Новосибирской области, совершившего 32 факта мошенничества в отношении граждан Чебоксарской республики с испортностью средств соотной связи. Преступник по телефону сообщал гражданам о попаданиях родственников в неприятную ситуацию и требовал перевести определенную сумму на счет за улаженный конфликт. По первополномочиям было осуществлено выезд на Сибирсков в исходе долгосрочной контрактивной статьи мероприятий с коллегами из областного главка преступного замежения. Несмотря на отдельные недостатки в деятельности, органы внутренних дел Чувашия в основном справились с поставленными задачами. Завершил свой доклад временно исполняющий обязанности министр МВД по Чувашии Владимир Тимофеев. Хочу поблагодарить за самоотверженность, за ответственную работу по борьбе с преступностью, с правонарушениями. И сохранение стабильной общественно-политической ситуации на территории Чувашской республики. Год прошлый был непростым, но 2016 год будет еще сложнее. Это мы ощущаем, ощущаете вы, ощущают практически семьи. Поэтому мы все эти задачи, которые стоят перед нами, конечно, должны выполнять. Другого варианта у нас просто нет. Глава Чувашии подчеркнул, что власти всегда реагировали и будут реагировать на сигналы и предложения силовых структур и общественных организаций по соблюдению законности и правопорядка. А в завершении мероприятия отличившиеся сотрудники органов внутренних дел были награждены государственными и ведомственными наградами. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.